всем привет дорогие друзья здравствуйте другие подруги а также мои дорогие зарубежные подписчики сегодня у нас бритьё 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 и сегодня не простое бритьё сегодня такое разудалое шабашное ни в чем себе не отказывай сегодня улейся упейся забрейся и прям вот как-то вот так вот я планирую что она будет ну может быть так оно и получится почему я так говорю потому что сегодня очень хорошая новость и сегодня у нас будет шабаш двух алексеев один алексей это шабалин а другой алексей это алексей кодиленко и оба эти парня нам прислали на обзор что-то такое что все-таки стоит этого внимание плюс они хотят устроить маленький праздник которая думаю получится вы дуйте на крупный план смотрите а я тут начинаю сегодня благодаря алексею кодиленко у нас есть вот такая штучка ребята по бритью штучка непростая с его слов он разговаривал с людьми кто занимается раскопками вот такие вот инструменты очень часто находили при наших красноармейцев со времен второй мировой войны великой отечественной такая блин как как вот это вот назвать коробочка текстолит бакелит как это называется прям такая ну чувствуется что военизированная лезвие он ставил сюда конечно же сам это не его родное мы его сейчас сторонку раз уберем рассматривать не будем нас интересует сам стану ребята извините что черная на черном но в принципе он достаточно блестящий поэтому я думаю вы так хорошо увидите станок трехсоставной футлярчик уже рассмотрели я его убираю все остальное ручка такая же бакелитовая как коробка здесь вот что-то голос сел здесь вот что то есть я не знаю вы рассмотрите нет это не вижу ничего посмотрите ребят потом не расскажете в комментариях чего вы там увидели какая-то манакулатура есть аббревиатура металлической вставки я не вижу что говорит о бюджетной версии инструмента просто такая же бакелитовая верхняя часть это металл ребята никакой не силумин похоже на столику но штампованную накрашенную и сделанную так тым 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 на штамповочном станке вот что-то вот такое очень сильно похоже посмотрите ну верхняя плита это не штамповка это скорее всего силумин где-то мы с вами такое уже видели на агате по-моему да вот боковые защелочки здесь у нас фиксаторы так давайте сразу же лезвие поставим потом завешиваем измерим а по поводу лезвий ребят николай когда прислал немного лезви вот из этих четырех я почему-то решил поставить вот именно вот это не знаю почему вот прям захотелось давайте попробуем что-то такие шоуны у него будет лондон бридж пачка обыкновенная пластиковая каких мы с вами видели уже тьмать мухшую а вот здесь вот оранжевая вставка лондон брить 5 супер там лист и угла бла 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 конвертик анальтик симпатичный ярко выраженного клея никакого не вижу точки от него да вроде бы есть но самом лезвие ничего нет супер стан лис лондон бридж лондонский мост а вот здесь вот есть какие-то точки но конверту без прилипания так вот не то не было ничего такого просто спокойно вытащил и все вставляем да чувствуется что резьба то не металлическая знаете но идет нормально нормально но не как металл с металлом там совсем другая песня давайте смотреть что у нас тут есть а есть у нас хорошо ну тогда симпатично нормально вес танка вместе с лизы 28 грамм тяжелее чем некоторые бакелитовый которых мы с вами видели но тем не менее за счет головы наверное это потяжелее получается длина ручки 76 миллиметров длина головы 41 миллиметр ширина 24 почти 25 посмотрим как он будет деле верхняя плита уже малечко поширкалась видите да крем или мыло или как это еще назвать ребята для бритья у нас сегодня будет true fit hill вот таких два баллона совершенно случайно обнаружил свое время компания gift and hair магазин маман наша милая маман нам их прислала и вот они завалились парадиты прятались а сегодня то мы их наверно в расход и пустим indian limes вот зелененький но вкануне наступающего нового года наверно отпускай будет он и мы попробуем на помазки смотрел смотрел вот этого малышика что-то прямо же глаз манит и манит рука сама вот так вот тянется думаю пускай он сегодня и будет потому что вот эта синтетика от яки она мне очень и очень понравилась еще на обзоре и сегодня я думаю с каким-то кремом он себя вообще замурчательно покажет поэтому не нашел никаких причин почему бы ему отказать вот сегодня он и пойдет авто шейф ребят последней распаковки я не нашел посылку от алексея шабалина и очень расстроился потому что он должен был прислать пробники и решил что пойдет вот этот калистар лимея и ома но хорошо что я вовремя написал алексей в ролике так и так вот такая фигня ничего не получил и он молодец быстро мне ответил в странно говорит вадим у меня-то написано что ты вроде как все получил карт и вот тут щелкнуло я пошел рюкзак пытать и вот вот смотрите вот этот вот конвертик завалился в одном из отделений и вот таким макаром ребята я нашел то что прислал алексей и у нас с вами сейчас авто шейфов аки у дурака махорки зацените вот это все новые авто шейфы чем занимается алексей алексей занимается тем что он создал группу в которой вы благодаря ему можете заказать что-то такое чего пробниках не существует что нифига не дешевая как правило это дорогое и нет такой возможности допустим три четыре пять тысяч отдать чтобы что-то там попробовать а вот благодаря алексею такая возможность у людей появляется покупают какие-то не было пупические совершенно не дешевые вещи вот цена вот этого пробника там какие-то сущие копейки по основе по с общей массой продукта и так у человека появляется возможность попробовать что-то интересное для себя как по мне алексей просто волшебник до пускающий не совсем волшебник только еще учится но я думаю что благодаря тому доброму делу что он делает совсем скоро он будет матерым волшебником вот так наугад просто выбрал сегодня у нас будет кукумбар кукумбар это чего вырезали на что это напомните кто знает французский английский натурал ингредиент чё санс 1847 этим фори салон сайер сайер не пробовал никогда ну давайте пускай он сегодня будет да еще чё все пошли бриться ребят ребята рано и вас бриться позвал благодаря опасной бритвы рф у нас сегодня новое полотенце для бритья от компании диарха из посмотреть какая монограмма такая козявая прям вообще вышло так вот красиво мне нравится здесь какая-то такая тоже штучка махровая махровая и сделано достаточно качественно неплохо после того как я вот стал его рассматривать ближе посмотрите с обратной стороны шовчик как делал хорошо у надписи то есть прострочили достаточно грамотно здорово шов которая обрамляет салфетку тоже не тянет тоже хороший тоже зашибись само полотенце вроде как такое знаете махровая что-то такое есть есть этикетка из которой вы точно также узнаете что это диархарис но здесь стандартные буковки с обратной стороны есть чё с ней можно чего не можно делать сделано в турции видать когда это читал на глазах мелькнуло что-то потому что любимая посмотрела и сказал говорит иванов что-то морду кривишь ты говорит начале попробуй потом криви потому что турки делают очень даже неплохие тряпочки поэтому ты сильно так говорит это самое наперед не забегай я склонен с моей девочкой согласится давайте вначале попробуем а уж кривить не кривить это мы с вами потом и разберемся а пока вот спасибо опасной бритве рф что у нас есть вот такая мазявая тряпочка в смысле полотенце для бритья а тут еще вот что было 24 чего-то там я попростите душевные думал что это караты какие-то но не нифига не нашел нету каратов просто 24 все пошли брить ну раз уж у нас крем сегодня давайте его наверно открывать как пробник открывается он достаточно хорошо спасибо момент с наступающим ее надо будет и обязательно заслать это видео порадовать девчонку с новым годом чуть-чуть совсем децил вот на такую кожу как я сейчас нанесу без всякого распаривания джинджер Indian Limes что-то как-то это но лаймсом пока нет такой не специй а какой-то растительный нет дайте все-таки руку чуть-чуть намочу просто вот так намочил без капли без всего но дело пошло ребят не стесняйтесь экспериментировать бритья кого-то что-то послушали если это все-таки не по-вашему делайте как вам чуйка подсказывает чуйка на звездить обманывать обманывать не будет она зачастую подсказывает что это это какой-то найти импульс которого вырабатывает ваш организм вот там вот эти вот ребята сидят чё он делает чё вот это надо и вот этот момент вам нужно просто послушать то что они говорят участок этого чуйка мне там подушки по голове слышь брат руку-то намочи чё тут уж крябаешь намочил и вот послушал и вы не забывайте слушать но это шучу так пока она работает хотел бы сказать за полотенце от опасных бритва вера от диархарис который нам представила опасная бритва вера ребята впитываемая средняя как промокашка сосать не будет но после как промокашка впитывать не будет но после того как вот все-таки впитала она превращается в аккумулятор разбухает такая знаете прям становится и ты понимаешь что там действительно хороший приличный объем влаги набирается я думаю с ней отмачиваться отпариваться будет то что надо давайте попробуем на парни вот это махровая то что она махровая сыграла свою роль воды напитала очень прилично сейчас я не чувствую она прям как губка такая прям большой объем и вот за счет того что там воды все-таки дофига сейчас такой обалденный компресс делал вот то полотенце которым не было до этого на тоньше а вот это вот она потолще и она найти как как в термос какой прям класс класс если полотенце брать именно для отпаривания то я бы наверно вот попробовав вот это полотенце я бы первую очередь устанавливал на толстых и махровых так как они больше питают влаги и лучше дольше держать температуры лучше будут отмачивать участок если сравнить это толстенькая это тоненькая мне вот для отпаривания вот это вот гораздо больше нравится ну чё как пришлиф она у нас поработала давайте чуть-чуть слой увеличим и кстати отломалась так интересно смотрите она посередине перемычка и она раздвояется вот так вот и в двух втором выходит так хочу и делаю вообще там же уже есть что-то давайте последний нанесем вот это вот и все и пошли работать по мазку красотулька симпатюлька эстетическое его восприятие но вернее выражение в этом мире вот так как его создал производитель она мне поднимает настроение каждый раз когда я на него смотрю мне почему становится весело приятно и хорошо он как янтарь он как мед какой-то вот такой вот и прям по кайфу прям вообще хорошо вот убрал совсем сейчас если мало будет и синтетика не забывайте она брызгать может мало будет всегда добавим а много будет тут все вокруг будет в брызгах дарка лайма нет ребят что-то я его прям не чувствую вот что-то дарки есть но это дарку выражается как что-то такое знаете глухое глухое травянистое пена великолепно посмотреть ну и правильно сделал что все воду убрал мы отлично отработала структура пены ну что ж покажи красавчик шо могёшь тяпка просто тяпка и все еще не совсем сам для себя определил в голове какую роль в том что сейчас делает этот станок играет релизия но я имею ввиду как она расставляет акценты пока же работа станка мне понятно и чрезвычайно приятно что будет дальше посмотрим бьютифы знаете такой простой прогнозируемые быстро работать ческать не ожидал сейчас он воспринимается как нечто элементарное простое по агрессивности между 89 и 34 головой где-то между ними до 89 на мой взгляд все-таки не дотягивает нож конечно агрессивнее чем и g34 это точно и мне это нравится правда чуть-чуть децил добавил лодички объем пены на второй заход слегка уменьшился но в принципе это и нормально потому что мы же не добавляем все то что было помазки могут и используем обрезать и и и и и и и и Продолжение следует... Звезда в шоке. Мамачоли, это я. Нет. Мамачоли, это я. Вот настолько что-то простое, бесшабашное. Понимаете, вот, похоже на то, что ты вот что-то строишь, думаешь, там, а вот если так, то вот так, а вот если вот это, то вот это. А давайте я вот так, тогда будет вот так, а я вот так. А этот приходит... Сквозь зубы так. Хоп-хоп-хоп. Все сделал, развернулся и ушел. А ты еще планы только-только построил, а ему пофигу, он уже все сделал. О, как. Блин. Интересно. Так, помазок уже мочили. Давайте на лицо теперь нанесем чуть-чуть. Супер. Все будет хорошо, я знаю, 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 все будет хорошо. Кто это будет? Киркоров нет? Так. С той стороны экрана сейчас. А-а-а-а, какой Киркоров? Да знаешь ты него, просто забыл же, кто. Ну, вы-то знаете. Ну, вы-то знаете. По скользанию хорошее, крема достаточно. По скользанию хорошее, крема достаточно. Верко-сердечко. Ну да, по-моему она. Ну что ж, ребята, что мы имеем? Давайте его выжимать уже, наконец. Так, здесь у нас не в углу. А все, вот оно. Ну, по всем параметрам к мылу здесь не придраться. Структура, внешний вид, конгрессенция, размер пузырьков, масса вот этого, в общем и целом. Вот если внюхаться, далеко-далеко, глубоко-глубоко, там, вон, где-то, за синими горами. Вот, вот еще дальше. Вот зеленый есть, но лайма все равно нет. Вот. Что-то, вот чувствую, что это растительного происхождения. Оно мне нравится, вкусное, хорошее. Но это не лайм. Интенсивности мне не хватило. Точно лайм, вот что-то вот такое. Ну и все, давайте сейчас последним соберем, что у нас там осталось. Вот. Все, составил мнение. Ну и что теперь? Все теперь, компресс и автошейф. Да, парни, махрушка-то делать, компресс, это он не тонким полотенцем. Разница все-таки чувствуется. Молодцы, Харис, что вот именно вот махровая сюда пристроили на эту роль. Молодцы. Ой, вообще хорошо. Итак, Сайерс, Кикамбер. Ну что, посмотрел, да, как переводчики. Вот там так и говорят. Прямо вот с французским. Ой, господи, с нью-йорским прононсом. Кикамбер, огурец. Ну, огурец и все. Чем известна компания? Тем, что у нее очень большая линейка. То, что делается из натуральных ингредиентов. Алкоголь старается практически не использовать. А если использовать, то самый-самый-самый децилл. Со слов Алексея, я понял, что тут есть что-то с алкогольным. Ну, там его столько мало, что-то еще там 10%. Ну, короче, по нашим меркам вообще ничего. Вообще. А все остальное безалкогольное. О-о-о. Хо-хо-хо. А нафиг они вообще на баллоне что-то пишут? Потому что не надо ничего писать. Ты баллон открыл, уже понятно, что это огурец. Причем зеленый огурец. Не малосольный, не бочковой. Не какой-то там квашеный, ряженый, заряженный, фаршированный. Нет, именно зеленый, зеленый огурец. Я бы даже сказал, что с пупырышками. Ну, пахнет, подлец, хорошо. Прям. Вот знаете, вот, не прям наш огурец, сибирский, прям, раз наизломит его так. Там такой духанище, там, ух, там сам как огурец станешь сразу. А вот, что-то все-таки, я в трудном положении. И точно знаю, точно понимаю, что здесь ничего искусственного нет. Ну, в смысле, по запаху, химоза никакой. Но все-таки какое-то маленькое-маленькое, совсем незаметное отличие от настоящего огурца я чувствую. В чем это отличие? Хорошо это или плохо? Я еще не разобрался. Я чувствую, что что-то не то. Я понял, в чем дело. Здесь одной мякушкой пахнет. Здесь, видать, когда вот это все делали, зеленую шкурку срезали, и вот этого запаха здесь нет. Блин, ну, наверное, Иванова делала. Она у меня тоже шкурку не любит. Говорит, вот срежь, 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 срежь. А мне пофигу, я вместе с шкуркой могу. Так, ну ладно. Ух ты, блин. Пирка-то большая. Ну, давайте попробуем, что это такое. Ну, дурачевости, конечно, нет. Для меня это минус. Ммм. Хороший запах есть. Для меня это плюс. Ну, а также для тех людей, кому дурачевость, это как бы нафиг не нужна. Хорошо, хорошо. Посмотрим сейчас, насколько быстро он питается, чтобы его не чувствовать. Ну, и как в этом старой доброй пословице. Если хочешь, чтобы огурец был в тебе, намажь огурец на себя, и все будет нормально. Съешь его. Шучу. Давайте, наверное, с крема. Труфит Хилл. По всем статьям 5. Мылится, пенится, стойкость пены, структура пены, долгоиграющая. После, после скольжения, все на месте, все хорошо. Запах. Запах хорош, только если вы его умудритесь разнюхать. Потому что он до чертиков ненавязчивый. Он примерно такой же, как вот и в серии вот это вот. То есть, алкоголь есть? А его немного. Тут запах есть? А его немного. Если вы не сторонник запахов, ребята, то, что доктор прописал. А если вам что, ядреное подавать? Да так, чтобы еще и на булку намазал, да еще и сверху присыпал, а потом еще второй. И так, ахаха. Ну, это, ребят, не ваш. Нет. Тут он тонкий. Он хороший, но он тонкий. И вот так будете нюхать, вы его услышите. Поэтому я и говорю, что это для тех, кому запахи как бы и не нужны. Потому что он, в принципе, будет. Если захотите, вы его найдете. Но в вашей работе, вот в этом во всем он вам мешать не будет. Что касается скольжения станка, я уже говорил, там все нормально, все хорошо. То есть, вот по всем своим таким характеристикам пятак. А за запах я добавлять ничего не буду. Ну, потому что я люблю сильные запахи. А если добавлять, вот я бы добавил, если бы я не любил. Вот я запахи не люблю, тогда 5 за то, что запаха нет. Но я не такой, я не такой. Я вот, мне запах подавают. Поэтому, вот так. Помазок. Ну, забияка. Забияка, забияка. И нет, нет, свой пестик-то ее выставит. То есть, вот. Надо к нему маленечко приловчиться. Вот этот хребтенок, который, наверное, здесь посередине есть. Как только вы научитесь делать так, чтобы он его вовремя прятал, так пымс. И чтобы он у вас на щеке растворялся. То есть, вот так вот хорошо его водительную расщепуху, в раскоряку. Работает замечательно. А вот до тех пор, вот это вот, вот это вот может встречаться. Ну, я это большим минусом не считаю. Потому что, ну, на примере того же Вилонга, я уже научился с этим работать. И, в принципе, мне это, как бы, и нафиг не мешает. То есть, раз, убрал, да и все. И без проблем. Внешний вид. Я считаю, что, вот лично для меня, это основное его достоинство. Здесь все в порядке. Здесь все хорошо. Но не самая лучшая синтетика, вот скажем так, как для меня. Это так, если знаете, там вот, повыделываться, подокапываться. Если так вот просто, что у нас там, 8-10 баксов, да отлично. Что еще надо? Бери, добрей всю жизнь. А вот если повыделываться, подокапываться, вот у Яковта синтетика была поинтереснее, чем у этого. Но, в любом случае, это для меня лучше, чем тот же самый, скажем, Файн. Файн-то где? Потому что Файн для меня мягкий. Он пымс и пымс. Что? Голубь. Нос повесил. Он у нас весить не будет, но после этого он мягкий. Ну, если вы любите мягкий, то да, вот это вот для вас. А мне что-то такое, ух, вот такое надо. Это вот оно. Поэтому еще раз хочу сказать Яков, спасибо. Супер. Но надо злом лично для себя. Если, знаете, так вот один помадок и на всю жизнь, я бы, наверное, поработал и что-то бы вот такое бы придумал. Так, убираем, иди, сохни. Лезвие. Лезвие от Николая Кайды не разобрал. Лондон-Бридж. Вы знаете, пока точно могу сказать, что они мягкие. Раз уж они в мягком станке так себе показали, то я думаю, что достаточно информативно побрили на уверенного дельфина где-то на 4,8. Потому что вот если вот где-то подокапываться, то я все-таки еще смогу найти. Но на косяк лезвие это не отнесешь, потому что я не добрил. То есть надо было еще повозиться. Тут можно лишь делать акцент на том, что это свойство лезвия. В более агрессивном станке оно бы это смахнуло сразу, а то приходится еще одобреваться. Окончательный вердикт я бы, наверное, вынес после того, как поставил бы его что-то более агрессивное. Ту же самую, например, 37-ю, 89-ю или 41-ю голову. Вот с ними бы поработать. Врок были на 6-й плите. Да, почему нет? Раз так и все. Вот тогда бы можно было бы говорить. Станочек. Станочек Алексей Кадиленко. Ребят, Алексей? Да, Алексей все правильно. Что вы меня путаете? Александр, Александр. Алексей? Спасибо, Алексей. Я понимаю, почему он такой. Наверное, наши отцы-командиры, когда выбирали рабочий-крестьянский станок для наших солдат, они специально искали что-то такое, чтобы вызывало минимум затруднений и максимум эффективности и отдачи. Они это нашли. Это станок, который к технике вообще даже не докапывается. Совершенно. Он вам простит все. Да если бог уходит, драный-сраный сраку будешь вот так вот сидеть, что-то там скоблить, ну ох, как тебе, парень, постараться надо будет, чтобы себе там что-то все-таки порезать. Но это, блин, ого-го. Плюс ли это станка? Да, конечно, нет. Это говорит о том, что это мягкий станок. Но и тут как-то, знаете, вывернуло все это интересно. Да, он мягкий, но он бреет так, как будто он находится между 89-й и 34-й головой. А между 34-й и 89-й, это извините, это уж нифига не мягкий, это уже ближе к среднему. Это что-то вот такое. Поэтому станок очень понравился. Если бы существовал какой-то современный аналог, его вот прям один в один, да я бы первое, что посоветовал новичкам, сказал бы, о, парни, берите голову, не напрягайте. То, что надо. То, что доктор прописал. Вообще даже вот и все. Поставил лезвие более агрессивное, чем London Bridge. Ну, тут же самую персону, тут же самую фезер. Ну, жилет синенький. И все, вперед. Хороший танок. Вообще, я до сих пор в шоке. И огромное спасибо Алексею за то, что дал погонять вам, показать. И прям, прям удивлен. Удивлен, понравился. Хорошенький станок. Авташиев. Алексей. Шабалин. Шабалин. Вот не знаю, как правильное ударение. Пускай больше болин. Если что, поправьте меня. Саверс. Киком, да. Прежде чем я скажу за Авташиев, я бы хотел сказать за Алексея. Снимаю шляпу, жму руку. Спасибо тебе огромное. Он мне в ВК написал небольшую свою историю, что год там с лишним назад изучал форум MyShape, смотрел мой канал. И потом пришла ему в голову идея. Вот попробовать-то хочется всего много. А как ты это попробуешь, если это дорогое, а у того просто пробников нет. И вот иди, попробуй. И все вот эти мысли привели его к тому, что он создал группу. Группу ВК. Суть этой группы. Допустим, есть какие-то люди, которым очень интересно в бреке что-то попробовать, но они это не могут в силу ряда каких-то причин. Или это причина того, что, допустим, он сомневается, его не его, а то, что он хочет купить, оно как бы нифига не дешевое, это будет по 3-4 косаря. Или он просто элементарно не имеет этих денег. Ну, то есть, недостаточная сумма, чтобы, допустим, купить это. Или ему просто интересно попробовать, чтобы убедиться, его не его. И то, что он хочет попробовать, а там этих, допустим, 5-10 наименований, и что, 5-10 баллонов всего брать, что ли, да это, ну, это как бы денег-то может не хватить нифига. А тут есть Алексей. Вместе договариваетесь, вместе собираете, он организует группу 10, 15, 20 человек, закупаете то, что вам надо, и вам вот эти вот пробники обходятся не в 3-4 косаря, но вот с этого пробника я могу еще несколько раз побриться, да я, наверное, месяц могу бриться, и все будет хорошо. Я не думаю, что он дорогой, а я его попробовал. Алексей Волшебник. Он маленький волшебник в большой стране для тех людей, которых очень-очень-очень-очень сильно достает хомяк, а жаба с ним не справляется, и хочется ему, знаете, все и это, и то, и то, и то, и то. Хорошо, если у него есть деньги. Ну, это закончится тем, что у него будут забиты все комнаты, все полки, он одно и десятое из того, что он имеет, будет бриться, а все остальное будет ходить потихонечку нюхать и сделать ничего не сможешь, потому что у него не будет физически времени всем этим побриться. А если нет денег, он человек просто будет расстраиваться, и что-то там возьмет одно, а остальное будет просто все мечтать. А вот в группе у Алексея чьи-то мечты могут стать реальностью. Вот за это ему отдельное спасибо и респект. Спасибо тебе, Лех. Молодец. Просто грец. Ну, автошейф. Хороший тоник, на лице уже не чувствуется, свое дело делает. Алкоголя мало, но это мои хачухи, мои тараканы к продукту никакого отношения не имеют. Судя по всему, он так и задумывался. То есть здесь алкоголь не нужен. Могу ли рекомендовать, ребят, ну, вот по тем ощущениям, что я получил за бритье, да. А какой-то наработанной статистики, вы сами понимаете, у меня быть не может. Допустим, я пользовался бы там неделю, две, три месяца, полгода, потом бы сказал, ну вот, через пять месяцев использования данного продукта у меня начался, по-моему, я так не могу сказать. То есть такой статистики у меня нет. А вот то, что он за бритье, мне понравилось, мне хорошо, мне прям вообще. Спасибо, Лехе, что прислал вот эту штуку побрать. Но опять же, у меня этой фирмы никогда не было. Теперь мы с вами все это узнали. А там из этой фирмы еще твоего куча всего. Ребята, давайте прощаться. В завершении я хочу сказать, что обязательно пройдите под то видео, где розыгрыш будет, и в первом посту закрепленном проверьте себя, есть ли вы в общем списке, те, кто участвует. Потому что я этот список еще вчера туда поставил, и мне уже два человека отписалось, показали чеки, и я их сейчас внесу в этот список. Если вдруг по каким-то причинам вы себя в этом списке не найдете, хотя думаете, что вы там должны быть, тогда найдите способ, как связаться со мной. Если вы не живете в ВК, как сказал один товарищ, ребята, ну, можете не искать. А можете под каждым видео посмотреть, вы там найдете еще email, к примеру, или номер телефона, или Viber. Номер телефона это и Viber, и WhatsApp, это все на свете. То есть, кто хочет, тот делает. Кто не хочет, ну, отговорки ищет. Поэтому покажите чек, как найдете. Это вообще не вопрос. Для того, чтобы вы нашли, я все для этого сделал. Ну и про опасную бритву, наверное, тоже бы напоминал бы разочек. За их Меркурий, что они там по сейлу делают, за опасную бритву Дова, что они 30% скидку сделали. Ну и опять же доставка от 3 тысяч бесплатно. Вдруг кому-то это надо, а оно есть, а оно. Вот оно, пожалуйста. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Ну и пускай у вас всегда все будет хорошо. Пока-пока. С вами был я, Вадим. С наступающим. Скоро розыгрыш. Крику будет и радости будет. Все, давайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok